Всем привет! Сегодня я начинаю свое видео с утра, даже завтрак покажу. Редко такое бывает, но бывает. Встали рано, сначала не захотели завтракать, а потом прошло время, я уже тут глаза открыла, поэтому будет сегодня завтрак. Что у нас будет на завтрак? У меня будет одно, а у мужа будет другое. Я мужу диабетику сегодня готовлю молочный суп. Я это периодически готовлю, потому что самые основные углеводы, которые нужны нашему организму и которые не повредят при диабете, нужно есть с утра. Все каши, все макаронные, хлебобулочные, если что-то хочется, все нужно есть с утра. У нас это давно уже закон, поэтому утром стараемся разнообразить разными-разными вариантами, чтобы и углеводы попали, и не повредить организму. Вода закипела. Здесь 50 грамм макаронных изделий. Это натрихие. И варим до полной готовности. Как макароны будут готовы, так добавляю молоко. На одном молоке я не варю, во-первых, это долго, и не дождаться, и все равно макароны получаются твердые. Они и так-то из твердых сортов пшеницы, а если делают на одном молоке, то это вообще фигня. Короче, я так не делаю. Потом, когда налью молоко, уже и по сахарю, и по солю. Вот макарончики наши сварились. Добавляем молочко. Немного. Солим. И сахарозаменитель. Сахарозаменитель фит-парад номер 10. Тоже немножко. Все же это суп. Молочный суп. Хоть и сладенький. Ого! Замечательно. Прямо угадала, как это так. И сейчас закипит, и все будет готово. Здесь уже варится, ничему не надо. Вот такой в итоге у моего мужа диабетика будет завтрак. Суп. Здесь не 500 грамм, здесь 400. Когда полная вот эта вот миска, мы просто знаем уже, это 500 миллилитров, да? А здесь 400. На 3 хе макарон взято. Два кусочка хлеба ржаных и паштет. Паштет это мой, мясной. Я знаю, что в него положила. Там нету никаких углеводов. Но немножко есть. Поэтому два кусочка хлеба это 2 хе. Макароны это 3 хе. То есть 5 хе. И всегда мы одну хе еще берем на другие продукты. То есть в паштете немножко, в молоке немножко. Везде есть углеводы свои. Поэтому еще одну. Вот на 6 хе у него завтрак. Теперь будем... Сейчас позавтракаем пройдет время. Будем готовить обед. Начала готовить обед. В мультиварку загрузила кости. Налила 3 литра воды. У меня вошло здесь. Сейчас кости поставлю на режим тушения на 1 час. Бульон потом процежу. Одну треть воды бульона этого возьму. А остальное на заморозку. Заморожу для следующего. Может полтора литра возьму воды. Может полтора... Да, как раз полтора мне, наверное, будет там. А полтора заморожу. Кстати, в мультиварке сколько бы ни варилось, сколько наливаешь воды, столько и остается. Я тут специальным мерным стаканчиком измеряла. Думаю, сколько же я всегда наливаю с костями. И оказывается 3 литра. Вот. И буду варить. И вот приготовился наш бульон. Вот в таком виде. Он через час. Сейчас я выну все косточки. Бульон процежу. И буду готовить щи. И вот у нас все полуфабрикаты для супа готовы. Вот косточки вытащила. Я мясо все обберу. Капуста квашеная. Капусту квашеную сейчас пойдем готовить сначала на плите отдельно. Вот полтора литра бульона. Вот в этом ковшике тоже полтора литра. Просто поставила показать, что полуторалитровый ковшик. Очень многие спрашивают, что не соответствует. Не соответствует вроде как бы бульон. Но я не знаю, как это вам доказывать. И стоит ли это делать, да? Вот этот бульон. Сейчас остынет я его потом в судок и в морозилку. На этом бульоне я приготовлю щи. В щи пойдет только капуста и вот там репчатый лук. Все. Больше сюда ничего. А, мясо. Мясо еще от костей я делю. Тут совсем мало мяса. Но вот будет мясо и капуста. Все. Больше ничего здесь не будет. Щи мы любим именно так. Поставила теперь уже мою любимую сковороду. И буду наливать растительное масло. Вот взяла столовую ложку. Вот масло. Давайте теперь разберемся с маслом. Многие мне пишут, что вы используете масло много. Ой, я же готовлю не на один раз поесть. Мы же это едим 3-4 раза. 2-3-4. Смотря сколько. Вот сколько готовлю, столько масла и наливаю. Давайте посмотрим, сколько я налью масла. 1-2-3. Вот 3 столовых ложки. Если бы я налила это с бутылки, вы бы сказали, ой, как много вы наливаете. Где тут много? 3 столовых ложки. Кстати, ради интереса я выписала. Суточная норма для мужчины. От 70 до 150 грамм жиров. Всех жиров. В любом продукте. А женщинам 60-100. Это суточная норма. Это немного придумано. Так что 3 столовых ложки масла на одну готовку, на одно блюдо, которое мы не сразу съедаем, да, постепенно едим. Это разве много? Это немного, ребята. Вам кажется, что я прямо тут у меня в жирах всё плавает, всё утопает. Ничего подобного. Мы наоборот. Мы, кстати, любим очень сало. В прикуску есть сало. Вот щи мы будем есть именно с салом. И специально для этого я купила. А давно уже не готовим и пирожки, и беляши, там всё, чтобы в жирах плавало. И не жарим уже так в таком жире, чтобы всё плавало в жирах. Нет, это давно ушло. Это у каждого уйдёт. С годами всё это притупляется. Никто уже такого жирного сильно и не хочет. И не любит. А уж при наших заболеваниях тем более. Немножко размякнет. И потом мы опустим сюда капусту. Капуста квашеная. И мы в щах любим её немножко поджарить. Да, именно чтобы она поменяла цвет. Чтобы сам бульон в супе был красивым. Чтобы он не был томатной пастой или там помидорином. Нет, мы это не любим. Мы любим красивый такой вот коричневатый цвет в щах. Поэтому немножко её поджариваем. Чтобы именно она немножко так это подгорела, можно сказать. Потом она сварится в бульоне. В этом ничего страшного нет. Всегда так готовим. Всегда так едим. И нам это вкусно. Вы, конечно, выбирайте свои варианты. Меня просят показывать то, что я готовлю. Я и показываю. Правильно, неправильно. Вкусно, невкусно кому-то. Но мы так делаем. И я так вам и показываю. Ничего не придумываю. Ничего не приукрашиваю. Раньше совсем у нас другое питание было. Мы вообще по-другому ели. Если бы вернуться лет на 15-20 назад, и вы бы посмотрели, например. Да и любой из нас. Все мы по-другому питались. Мне кажется, уже не зависит. Есть болячка, нет болячки. Просто другие движения по-другому уже. Двигаемся мало. Ходим. Другие у нас действия. Голова тоже по-другому работает. И уже приходим к другому питанию. Я помню, наши родители, хоть у Ильги за родители, хоть у меня, в конце жизни ели больше кашки. Мы всегда удивлялись. Кашки? Как нафиг это кашки? Мы никогда эти кашки не ели. Вот сейчас капуста. Капуста много. У нас суп состоит из одной капусты. В льоне, можно сказать. И вот повторюсь, говорю, родители ели кашки уже в пожилом возрасте, а мы всегда удивлялись. А теперь нам тоже. Мы с кашки очень хорошо наедаемся. Не чебуреки, булки, беляши. Это, конечно, мы тоже любим, тоже едим. Но уже очень-очень мало. Я вот, например, кусочек какой-то жирной рыбы сейчас съем, все. Мне уже это лихо становится. А уж в масле прожаренное я вообще есть не буду. Если где-то вижу. Ну, говорю, вот как-то один чебурек проходит. Один чебурек. Уже давно мы заметили. Мы даже на каких-то поездках покупаем по одному чебуреку. И нормально вроде и посластили во рту, и вкус вспомнили. Тот, который был, конечно, сейчас вкус совсем другой. Но бывает, что и вкусно. Все, вот это все наше лакомство. Все наше питание, которое, можно сказать, не по диете. Вот так потушила я капусту. Чуть-чуть она поджарилась. Прямо не до черноты, конечно. Вот так слегка. Практически не видно. Но она уменьшилась в размерах, в объемах. И немножко поджарилась. Я отключаю. Здесь поставила вот уже бульон. Кастрюлька, кстати, это у нас трехлитровая. Вот я сейчас запущу туда мясо. Мясо, которое с костей я собрала. Срезала. И эту капусту. Если останется место для воды, то добавлю еще воды. Мясо, что я добавила. немножко водички, сухой зелёный лук, укроп сухой и лаврушка. Лаврушка последняя мелочь уже. Вот. Посолила. Если кому кисло, например, да, можно сахарочку добавить. Но я попробовала просто замечательно. Бомба. Ой, какой вкусный наваристый супец. Ещё и вприкуску салом. Вообще супер. И вообще будет жирно-жирно, как скажут. Ой, жирно, нет. Такой жир как раз нам не вредит. Это мы уже теперь точно знаем. Так. А на ужин у нас, ну, получается снова будет суп. И на завтрак суп, и на обед суп, и на ужин суп. Суп будет в виде окрошки. Я здесь уже порезала колбасы. Вот 300 грамм. Варёная вязанка, вот, докторская такая вот, 300 грамм. Огурец. Тут 4 небольших, таких, средних огурца. Зелень, укроп, петрушка. Вот, столько. Просто для наглядности. 3 карташины и 2 яйца. Это сейчас я порежу. Не порезала, просто, чтобы вам показать. Всё вместе смешиваем. Ну, кто знает, да, как готовится окрошка. Я, правда, здесь смешаю всё вместе, а каждый положит себе так, как хочет. Мы делаем окрошку на минералки. Сейчас, как раз, вот, в данный момент, когда я это снимаю, у меня минералки нету. Мы сейчас поедем в магазин, минералку купим. Я сейчас просто это всё смешаю, даже заправлять ничем не буду. А как куплю минералку, так мы портейки с минералкой сделаем окрошки обязательно. Я вам покажу. Ну, а просто как с салатом у нас любит сын есть. Он придёт и сам себе положит и заправит так, как ему надо. Вот так. Вот и всё. и наш салат, окрошечка готовы. Полуфабрикат. Не бойтесь, картошин, совсем не бойтесь. Здесь совсем мало, здесь много огурца, много зелени. Яйца тут, ну, не много, но есть. Так что, картошка тут потерялась, её не видно. И сахар, она вам не прибавит. Ничего с вами не будет. Сюда ещё минералку, кефирчик, сметанку, горчица, хрен. И всё будет замечательно. Итак, у нас вечер. Самое интересное, уже муж мой поужинал, сын тоже взял плошку салатом. Вот моя плошка. Но мы в этот раз так решили, что не всё это, не всё количество будем делать окрошкой, потому что я один раз окрошку хочу поесть, а второй раз я хочу уже салатом. Поэтому сейчас я буду, конечно, окрошку есть. Так, горчица, хрен, сметана, можно кефирчику добавить, но не буду. И заливаю минералкой. Посолить. Почему-то перчёное тоже люблю. Всё, и размешиваем. Кто хочет майонез, можно добавить. Повторю кефир. Я вот так. вот такой вечерний суп. Вкуснятина. Давненько не делали. Всё, кому я была полезна, я буду очень рада. Америку не открыла, ничего нового не показала, но так получилось. У меня то весь день капуста, а сегодня весь день супы. Всем пока-пока и до новых встреч. Добра и здоровья, мои любимые зрители. Субтитры сделал DimaTorzok